И начнем с главного. В Норильске с рабочим визитом находится губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Первый день главы края был посвящен ходу реализации четырехсторонних соглашений между федеральными краевыми властями, компанией Норильский Никель и муниципалитетом. Виктор Толоконский посетил реконструируемые дома на Кирово-1 и Ленинском проспекте 10 и также пообщался с новоселами. Представляете, в 1944 год ни одной продельщики сухое. Армировали колючие проволоки. Мы когда вот эту реконструкцию ведем, у нас находки интересные находим. Буржуи, утюги. А как же без таких находок? Ведь дом на Кирово-1 сдали в эксплуатацию еще в 1942 году. Сегодня этому зданию уже 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, в прошлом году в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации жилищного хозяйства на средства городского и краевого бюджетов здесь стартовал капитальный ремонт четырех подъездов. Здесь же были деревянные перекрытия. Мы перепроектировали его в монолит. И у нас теперь получаются великолепные железобетонные перекрытия. Закончить реконструкцию на Кирово-1 планируют уже к третьему кварталу следующего года. Тогда же туда смогут заселяться новые жильцы. А вот полностью восстановленные подъезды 10-го дома на Ленинском проспекте уже принимают новых хозяев. Че, мне сказали, Родион звонит. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Больших гостей в своей новенькой квартире встречает семья Лукшиных. В конце прошлого года она пополнилась сразу на трех человек. Куда ты побежал? Мне тебя доверили, видишь? У нас же много, а мама одна. Мама подождала за другим? Держи. В одночасье выросшей семье городские власти выделили четырехкомнатную квартиру. Здесь есть все условия для воспитания маленьких норильчан. Уже было так все отделано, или вы отделали сами? Нет, мы только декорируем. Уже в мэрии глава края приступает к рассмотрению всех аспектов реализации четырехсторонних соглашений между правительствами страны, Красноярского края, компанией «Норильский никель» и муниципалитета. Еще один важный вопрос повестки – подготовка к отопительному сезону, которое в короткое норильское лето идет круглосуточно. Олен Бурнашев, Людмила Кожевникова, Геннадий Зверев. Новости северного города. И уже в четверг вечером губернатор края подвел итоги первого рабочего дня. Главной темой совещания стала реализация четырехстороннего соглашения и отопительный сезон. И надо сказать, Виктор Толокунский оценил работу над соглашением на нашей территории как удовлетворительную. Главным направлением для северян в четырехстороннем соглашении остается переселение на материк. По оценке губернатора, здесь работа ведется планомерно, без сбоев. Есть вполне очевидные социальные результаты. Согласитесь, три с половиной тысячи семей они переехали. Мне показывали на слайде географию. Да, большинство переехало в Красноярский край. Там есть и Московская область, и Краснодарский край, и Центр России. Уже вот результат, где люди удовлетворили свои пожелания. А город тем самым получил хорошее пополнение в жилищный фонд. И плюсов здесь много. Например, предоставление квартир молодым специалистам. Ведь сегодня строительство новых жилых домов в Норильске – очень затратное мероприятие. Программа переселения помогает решить вопрос свободных квадратных метров и дешевле, и эффективнее. Еще один важный итог реализации четырехсторонних соглашений – масштабный ремонт коллекторов. Начало действия этого соглашения, по-моему, около 750-800 миллионов ремонт коллекторов. Это тоже очень масштабная, большая программа. Но без коммуникационного обновления не может быть не только развитие, даже поддержание жизнедеятельности такого города. Отопительный сезон. Посмотрели, как мы к этому готовимся, потому что все-таки короткий промежуток времени для подготовки к отопительному сезону в Норильске. Ответственности никто не снимал. К зиме должны быть готовы. Готовы ресурсно-снабжающие организации, готовы управляющие компании. В целом Виктор Толоконский оценил реализацию проекта четырехстороннего соглашения удовлетворительно. Средства поступают по графику, но главное – ощущается социальный результат. Людмила Кожевникова, Иван Усачев. Новости Северного города. Новости Северного города. Профессиональных фотографов. Обо всем подробнее. Прямо сейчас Михаил Чернов. Для тех, кто еще не в курсе, знакомьтесь. Норильская рок-кобили-группа Zippers. На протяжении восьми лет наши земляки на зависть отлично радуют своих. Порой кажется, что музыкальные уроки им давали рок-звезды мирового масштаба. Например, такие, как Джерри Ли Льюис или Карл Ли Перкинс. Сейчас, что называется, не погладая рук, коллектив репетирует как старые, так и новые композиции, которые обязательно прозвучат на новой акции этого лета. На самой неформальной юбилейной площадке компании «Норильский никель» фестивалей «Делай парк». Каждый раз находятся люди, которые говорят, вау, ничего себе, в Норильске есть рок-н-ролл. Мы даже не знали, что такое может быть. Поэтому, в принципе, свежую струю мы внесем, наверное, в любом случае, вообще в будни норильчан. Поскольку все-таки пятница, предпраздничные дни, все хотят чего-нибудь свежего, уже хотят наконец-то отдохнуть. И я думаю, мы сможем людям, горожанам помочь в этом. Своей музыкой в «Делай парке» порадуют и другие норильские исполнители. Рок-группа «Точка», рэп-исполнительный OTFU Community, незабываемая «Этноэлектро» от группы «Инта», а также проекта «Ярезерв». И это далеко не все, что будет предложено гостям вечеринки. И еще могу сказать, есть одна, например, такая сюрпризная площадка. Называется «Фотобудка, скажи сыр». Ну, то есть веселая фотобудка, в которой у нас мега-профи. Два фотографа, которые, ну, просто действительно очень профессиональные фотографы. Это большое счастье получить портрет от такого профессионального автора. А вот и сами именитые фотомастера – Максим Шаповалов и Владислав Шут. Не первый год фотографы тесно сотрудничают с Нурникелем. В рамках юбилея компании творческий тандем специально прибыл в наш город. Но выкрывая время в своем насыщенном графике, фотографы с большим удовольствием принимают участие в акции «Делай парк». А сделанные ими фотопортреты можно будет получить прямо на акции. Мы два фотографа из Нурникелем, которые снимали для журнала «Волк GQ». Хотим снять вас, норильчан. Приходите завтра на эту площадь, и мы вас отстимим в нашей студии, которая побывала уже везде. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Москве, в Майами и в Норильске. «Делай парк» весит с нами. 12 тематических площадок, более 80 организаторов трудятся в настоящий момент, чтобы акция «Делай парк» была незабываемой. Отдавайте и берите вещи даром на фримаркете. Приносите старые батарейки, пластиковые бутылки и сотовые телефоны в эко-чистку. Гуляйте среди цветов на кумби-экспо. Слушайте музыку, занимайтесь йогой, читайте, играйте и танцуйте. Все это уже в эту пятницу в 18.00 рядом со спортивно-развлекательным комплексом «Арена». «Делай парк» вместе с нами. Михаил Чернов, Алексей Демин. Новости Северного города. Новости Северного города. Дудинка. Столица Таймыра. Самый ближайший сосед Норильска, но главное, известный на всю Россию полярный город-порт. Почти 4 века назад русские землепроходцы пришли сюда по реке, и именно благодаря ей здесь и начала развиваться новая жизнь. Дудинка. Как и столетия назад, сегодня Дудинка живет за счет реки и порта. Главное предприятие города – заполярный транспортный филиал Норильского никеля. Дудинский морской порт, хоть и расположен за полярным кругом, функционирует круглый год. Сюда прибывают суда с грузами для Норильска и Таймыра. Отправляется за моря готовая продукция горно-металлургической компании. Порт – поистине сердце региона. Отбиться ему позволяют люди – основа этого большого живого организма. Рабочий день Дудинского морского порта начинается не на воде и не на причалах. Старт трудовой смены дают на верхнем этаже управления порта, где располагается мозг заполярного транспортного филиала, производственно-диспетчерский отдел. Начальник отдела и главный диспетчер на вахту заступают в 7 часов утра. Начинают с анализа прошедшего дня. Как отработали, какие суда на какие причалы отправили, сколько отгрузили и приняли грузов. Далее – план на текущий рабочий день. К этому моменту к руководителям присоединяются рядовые диспетчеры. Караганда сначала встанет под выгрузку на базу ВВ, выгрузится, а только потом к вам. На смену заступил Дмитрий Цой. Сегодня он – ключевая фигура в центре, куда стекается вся информация о работе судов, кранов, транспорта и людей. Ведь береговая зона порта больше 5 километров. Здесь 8 морских причалов, 13 речных, а еще есть причалы спецгрузов и высокой воды. Два производственных комплекса, лесобиржа. И главная задача диспетчера, чтобы все это огромное хозяйство сегодня сработало слаженно и четко. Своевременная постановка судна к причалу, баржи к причалу, распределение транспорта по районам, распределение вагонов. Диспетчеры точно знают, что, когда и куда прибудет. Они, как заправские военачальники, у них даже свои тактические карты имеются. Вы только вместо армии – сотрудники ЗТФ. И следить эти стратегии должны не только за ситуацией на земле. Николаевич, у нас на завтра есть подопреждение по ветру. Северо-запад, 15-18. Порывы. План на текущий день составлен. Теперь к работе приступает весь порт. Дубовестник. Это производственно-перегрузочный комплекс номер 2. Сегодня здесь балом правит Александр Федоров. У него довольно необычная на слух должность – старший Стивидор. Стивидоры руководят сменой докеров-механизаторов. На утренней планерке Александр Федоров получил разнарядку на смену и сейчас распределяет сотрудников по рабочим линиям, проверяет форму, раздает задание. Получив задание, докер отправляется к своему месту работы – на причалы. Основные обязанности докера – это погрузоразгрузочные работы. Люди, не знающие, могут назвать их просто грузчиками. Сами же они называют себя настоящими универсалами. Ведь докер-механизатор должен владеть еще и такими специальностями, как стропольщик и, внимание, крановщик. Докер – это общее понятие, обозначающее работника порта. Сами докеры-механизаторы настаивают. Они – основное звено в работе Дудинского морского порта. Весь груз они перерабатывают. Выгружают судов, отгружают на вагоны в Норильск. И стропить, управлять техникой, кран на кране работать. Все это идет, чтобы комбинат работал. Работы у докеров много. Летняя навигация – вообще самый горячий период у портовиков. Круглые сутки один за другим к причалу прибывают суда и баржи из разных городов страны с совершенно разными грузами. Впрочем, докеров это не пугает. Они, ребята, крепкие, не боятся высоты, владеют навыками скалолазов, привычны к любым погодным условиям. Итак, план на сегодня. Выгрузка соды, погрузка шпал в вагоны, переработка сыпучего материала – песка, соли, серы и щебня. Ко всему прочему, докеры-универсалы должны быть и легко обучаемыми. Еще в 2001 году Норильский Никель начал программу модернизации портового оборудования. До этого у нас на причалах находилось первого комплекса 37 портальных кранов. Их заменили на 11 мобильных кранов фирмы Липхер. То есть эти краны сейчас спокойно справляются с этой работой. На втором комплексе, это причала высокой воды, происходит та же замена. То есть больше грузоподъемности для того, чтобы, допустим, исключить из работы работу двумя кранами и более. Все это возможно при подготовленном персонале. И порт, по большому счету, и сейчас готовит персонал для работы на том оборудовании, которое есть. И приходит новое оборудование, и порт снова отправляет людей, обучает. Но таким образом мы стараемся шагать в ногу со временем. А ведь 20-30 лет назад здесь все было совсем по-другому. Я мог бы заловить осложнение, когда были 80-е годы, 90-е. У нас все проходило через плечевой груз. Все через плечо, руками. Сейчас уже плечевого груза давно уже нет. Новая современная техника – это всегда хорошо. Но глядя на этих трудяк, многие из которых посвятили Дудинскому морскому порту всю свою жизнь, понимаешь, что главный залог успеха – это все-таки не механизмы, а люди. Здесь плечом к плечу молодые и опытные, но одинаково верные, трудолюбивые и искренние. Без таких никак нельзя в любое время. Поэтому на удивление схожи звучат мысли ветерана труда, уроженца речного поселка Левинские пески и совсем молодого Стивидора, приехавшего из Сталнаха. Таких разных людей здесь, на берегу могучего Енисея, объединила одна судьба. Был Зеневым. Ну и в последующем, со временем, коллектив избрал бригадирам. Нравится специфика этой работы. Другого места я бы себе не хотел и не желал бы. Когда я закончил уже свое учебное заведение, я устроился по программе «Стажер Стивидор». И сейчас не жалею ни капельки, потому что мне нравится моя работа, получаю удовольствие на работе. Но вернемся на причалы. Погрузы разгрузочной работы в самом разгаре и на этом этапе к процессу присоединяется следующее звено. Ведь всю полученную продукцию нужно развести на базы, склады и доставить непосредственно заказчикам. За это отвечает транспортный отдел. Комплекс малой механизации насчитывает порядка 40 единиц спецтехники. В большей степени вилочные погрузчики и рейшстакеры, универсальные погрузчики, то есть могут обрабатывать любые грузы. Транспортники трудятся весь год. Ведь даже когда Енисей закрывается льдом, по Северному морскому пути в Дудинку приходит дизель-электроход. Мощные суда с сотнями тонн груза. Так что комплекс малой механизации поистине рабочие лошадки. Добрый день, слушай. Добрый день, у нас задание, значит, перейти на Седьмой морской. На Седьмой морской. А там, как бы, ветер актуальный. Там помощь окажете под этих причалок? Конечно, окажем. Пока нах причалах вовсю кипит работа, на рейде, то есть на воде, движения ничуть не меньше. Каждую минуту по Енисею и реке Дудинке движутся теплоходы, баржи и буксиры. А регулирует это движение Сергей Проваторов, капитан рейда. Как оказалось, на суше тоже есть свои капитаны. Я руковожу движением флота по реке Дудинка. Это является участок затрудненного судовождения, одностороннего движения у нас. То есть, если судно заходит в речку, то другие все стоят. Если выходит судно из реки Дудинка на Енисею, то опять же остальные ожидают. То есть, капитаны рейда – это такие речные регулировщики, только без полосатого жезла. Они со своего капитанского мостика направляют прибывшие сюда к причалам, отправляют речные буксиры на подмогу неповоротливым баржам, провожают уходящие из порта теплоходы, объезжают акваторию с проверками. Капитаны рейда присутствуют во всех портах мира. Вот только на севере их работа в разы сложнее. В Енисеи, особенно в районе Дудинки, это уже серьезная река. Здесь погода меняется, шторма довольно серьезная бывает. Случается из-за сильного шторма на рейде на несколько дней могут застрять десятки судов. Как только волна стихает, сразу начинается движение. И разводить транспорт приходится как внушительную столичную дорожную пробку. Следить, чтобы никто не столкнулся, вовремя встал на отгрузку и также вовремя отошел от причала. Сегодня снова штормит. Суда встали. Капитан ждет. Впрочем, вечером в порт прибывает мощный дизель-электроход. Встречать его отправят морские буксиры. Так что работа имеется. Вечером на вахту морского буксира «Путораны» заступает команда под руководством капитана Николая Рудоманенко. Эти буксиры-близнецы «Полярные» и «Путораны» – гордость заполярного транспортного филиала. Маневренные красавцы – особый заказ норильского никеля. Их создали специально для Дудинского морского порта с учетом всех северных особенностей. И сегодня на Енисее мощнее этих буксиров в 2780 лошадиных сил никого нет. Морские буксиры, как и речные, помогают швартоваться прибывшим судам, отводят их к причалу, сопровождают на рейде. Только в отличие от своих младших братьев, «Путораны» и «Полярные» не работают с речными судами и баржами. Их клиенты – это огромные дизель-электроходы, один из которых и прибывает в порт. А мы отправляемся его встречать. Сейчас на часах 21.00. В Дудинском морском порту работает уже вторая смена. Докеров, крановщиков, транспортников сменились и экипажи буксирных катеров. Сдал свою смену и старший диспетчер Дмитрий Цой. Но работа заполярного транспортного филиала на этом не заканчивается. Сейчас в порт заходит дизель-электроход с таким родным для нас названием «Толнах». Поэтому работа в Дудинском морском порту не просто продолжается. Она набирает обороты. А «Толнах» свои обороты напротив сбрасывает. Зимой дизель-электроходам помогает тормозить лед, и они спокойно подходят к причалам. Летом эти гиганты, которых сотрудники ЗТФ в шутку называют краснокожими, останавливаются заранее. Слишком велика инерция и мощные двигатели, чтобы швартоваться самостоятельно на чистой воде. В этом им и помогают морские буксиры. До этого «Путораны» и «Полярный» любую махину сдвинут. Этим они сейчас и занимаются. «Полярный» только удерживаются. «Рады» средней напряжены. «Рады» как поняли. «Рады» средней напряжены. Процессом швартовки руководит лоцман, давая команды капитанам. Прижимать, толкать, приостанавливать. Буксиры послушно подталкивают гиганта к причалу. Эта ювелирная работа длится примерно час. «Толнах» аккуратно встал у причала, и буксиром можно двигаться обратно. На морском причале снова закипела работа. Новая смена докеров разгружает дизель-электроход. Транспортники выстроились вереницей, чтобы отвезти прибывший материал. Краснокожий доставил срочный груз для одной из фабрик заполярного филиала. Сработать нужно оперативно и аккуратно. Сейчас работа целого подразделения зависит от этих людей. Вот так и трудятся портовики. 365 дней в году. С небольшими изменениями в технологиях на время паводка и ледохода. Объем грузов, который перерабатывается в заполярном транспортном филиале, за последние годы сложился на уровне около 3 миллионов тонн. Около 90% грузов – это грузы норильского никеля. Портовики – люди дела, а не эмоций. Говорят, удачно отработанный день у них измеряется выполнением плана. Вот и все. А о значимости работы пусть судят жители Норильска и Таймера. На часах уже за полночь, а в Дудинском морском порту работа даже не думала приостанавливаться. Сотрудники заполярного транспортного филиала трудятся круглосуточно и круглогодично. Один рабочий день порта кому-то может показаться обычным и даже рутинным. Но именно в этот обычный рабочий день портовики получили, обработали и доставили важный груз не только для заполярного филиала, но и для жителей Большого Норильска и Таймыра. То есть для нас с вами. Людмила Кожевникова, Артем Смирнов. Новости северного города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова